МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для войны нужны не только солдаты и оружие. Чтобы солдат мог воевать, работают десятки предприятий и служб тыла вооружённых сил. Склады и арсеналы, спецвойска, транспорт, связь. Эти структуры должны обеспечивать военных всем. От понтонной переправы до запасной пуговицы. Перебои со снабжением в военное время оборачиваются трагедией. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На гражданке всё понятно. Кончился хлеб, сходил в булочную. А солдату, часто бывает, просто негде купить хлеба. Он может только сидеть и ждать, что всё необходимое ему доставят туда, куда его отправили воевать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши солдаты много где воевали. Здесь, на территории Эфиопии, с 77-го по 89-й, перебывало более 10 тысяч советских военнослужащих. Даже в труднодоступных районах, в которые в мир на это время не доберёшься, наши всё равно получали советскую тушёнку и чай. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас у группы военных советников был полностью ЗИЛ-131 загрожен продуктами. Плюс продукты мы получали периодически по линии снабжения нашей группы военных советников. Равно как и денежные довольствия, газеты. В общем, всё это было. В разных локальных конфликтах снабжение войск происходило по-разному. Куда-то всё необходимое доставляли из Союза. А где-то солдат кормил и одевала та страна, в которой они воевали. Советская помощь была жизненно необходима Северному Вьетнаму для противостояния американцам в конце 60-х. Налаживать боевую работу в зенитно-ракетных установках посылали наших военных специалистов. По договору с СССР вопрос их обеспечения полностью решался вьетнамской стороной. Вьетнамцы подходили к этому со всей ответственностью. Вьетнамские офицеры и солдаты, они питались достаточно скудно. Нас вот эта группа обеспечения, ну, кормила, можно сказать, по военному времени, как на убой. Хотя, ну, нельзя так сказать, что... Ну, по крайней мере, нам хватало. Они возили клетки с курами, иногда поросёнки. Но так было не везде. Иногда страна, обеспечивающая наших военных, откровенно халтуево. В 70-е и 80-е годы в Египте и Сирии, где во время арабо-израильских войн работали тысячи советских специалистов, были серьёзные проблемы с питанием. Мы хлеб, когда едим, мы всегда вот нижнюю часть срезали, потому что он почти на глине готовился. Срезали нижнюю часть и перебирали хлеб. Почему? Потому что в хлебе могли быть там насекомые какие-то быть или что-то ещё, там какая-то грязь, там трава, там палочка может, там камушек появиться. Ну и перебираешь хлеб, чистый хлеб откладываешь в сторону, к мякишим сжимаешь его и тогда уже ешь. Был случай, обрезали пальцы, попало вот это вот лезвие от бритвы, но оно такое, по-моему, нарезанное было маленькими пусками. В заграничных контингентах, где военные находились по долгу, по возможности старались не зависеть от местного снабжения. Оборудовали свои кухни, хлебопекарни, муку закупали на месте или присылали из Союза. Не всегда качественнее. Прислали нам к празднику Нового года подарок 80 тонн гнилой муки. Московский округ противовоздушной обороны. Рядом стояла морская пехота американцев под Бейрутом. Там прислали достойные подарки. Даже были жёны, клоунов привезли там. Но у нас это было не принято. Прислали другое. И вот мы несколько месяцев пекли этот хлеб. К сожалению, есть его нельзя, можно есть только корки. Но это ничего страшного. К этому тоже надо привыкнуть и почувствовать, как на фронте бывает. Неповоротливая военная машина не могла стремительно реагировать на изменения ситуации. В африканские страны очень долго поставили наши танки в полном комплекте. В него входили и валенки, и шапки-ушанки. Ушанки, конечно, были не нужны. Но ушанка – это был такой откатюр для ангольцев. И хотя они, в общем-то, живут в условиях жаркого климата, но они очень любили наши шапки-ушанки. И это было большим шиком покрасоваться. Покрасоваться в такой шапке. Насколько я помню, сами жангольцы жаловались, что эти вот комплекты очень быстро исчезли. То есть, их прибрали к рукам. На войне часто бывают случаи, когда система снабжения дает сбой или просто не работает. Когда в конце Второй мировой начались активные боевые действия против японцев на Дальнем Востоке, гигантские расстояния и бездорожье затрудняли подвоз провианта. Пока тыловые службы организовывали поставки, наши сами добывали провизию на отвоеванной у японцев территории. У японцев были большие склады. Они на случай войны, там у них были приготовлены мешочки галеты, мешочки конфеты, банки мясные, рыбные и так далее и тому подобное. Вот эти у нас были трофеи. Боевым группам, которые надолго уходят от места постоянной дислокации, обеспечивать себя провиантом приходится самим. В Эфиопии наши специалисты, когда шли в разведку, брали с собой живого барана. Сухой паек рано или поздно заканчивался. Тогда барана убивали и съедали его сырым. Огонь было разводить нельзя. Дым от костра мог выдать присутствие разведгруппы. Сырое мясо – национальное эфиопское блюдо. Его макают в острые специи, так и едят. Нашим военным в Африке пришлось привыкнуть к острой пище. Она хоть как-то спасает от инфекций. Во многих странах Африки добыть свежее мясо – не проблема. В Анголе, например, охотились на слонов. Сложность не в том, как завалить слона, а в том, как сохранить на жаре столько мяса. Тут на помощь приходили местные товарищи. Есть нечего было, свежего мяса не было. Как-то один советник рассказывал, как они завалили такого слона. Кстати, вот из зенитной горной установки остальное стадо убежалось. И тут же, значит, вот африканцы начали его быстренько разделывать. Причем-то так умело, на такие небольшие пласты резали мясо и потом его тут же высушивали. Причем так высушивали, что мухи, насекомые, которые там в огромном количестве водятся, они даже не успевали откладывать свои яйца. И получался как бы консервированный продукт. В годы гражданской войны в Анголе побывало много наших военных советников и специалистов. Но еще больше Анголе помогала Куба, которая посылала туда свои регулярные войска. Ангольскую войну называют Кубинским Афганистаном. Так же, как для нас Афганистан, Ангола для кубинцев связана с серьезными потерями на чужой территории. У кубинцев и у самих бывали проблемы со снабжением. Но с нашими они делились всем, что имели. Благодаря этому почти всегда можно было достать необходимые продукты или просто разнообразить стол. И вот этот капитан спрашивает, тебе что-нибудь, нам вертолет прилетел, тебе что-нибудь надо? Консервы, курицы, рыба, мороженое. Я говорю, я не знаю, я только приехал. Ну, смотри, мы должны тебе помогать, ты советский. Ну, я оставлю ящик тебе рыбы и ящик куриц мороженых бразильских. Я потом подумал, а кто я ему такой, этому кубинцу? Чтобы он ехал за 15 километров по лесу, рискуя нарваться на унитовскую засаду. И вот он приезжал ко мне, обеспечивал меня продуктами в бригаде. При удачном стечении обстоятельств затариться можно в местном магазине. В Эфиопии, несмотря на боевые действия, магазинные полки ломились от импортных товаров. Виски, кола, сигареты. Машины, которые развозили эти товары, по молчаливому согласию не обстреливали. Ни власти, ни повстанцы. Вот в той же Одесса-Абебе, например, было достаточно много хороших магазинов. Город абсолютно гражданский, война на нем никак не сказывалась. То есть можно было пойти, там были целые кварталы, целые торговые улицы. Ну, повыше разрядом, пониже разрядом. Громадный рынок, где торговали всем, чем угодно. Начиная от продуктов и кончая там одеждой, обувью и всем-всем-всем на свете. На рынки и в магазины могли ходить те, кто получал зарплату в валюте. Но как только человека направляли во фронтовую зону, деньги на руки выдавать прекращали. Был открыт счет во Внешэкономбанке и в иностранном валюте, конкретно так называемый инвалютный рубль, который покрывался американским долларом. То есть там безналичные все расчеты были. Мы в магазине продукты получали, просто записывали стоимость, сумму, а потом уже работники финансовых органов все это отчисляли, остатки туда на счет. То есть живыми деньгами мы там не распоряжались. В Афганистане нашим военным платили зарплату валютными чеками. Отоварить их можно было только на родине, в магазинах «Березка». Но с предприимчивыми афганцами всегда можно было договориться. В то время то, что было дефицитно, там была аппаратура, там были джинсы, которые, естественно, покупали. Нужно было какой-то подарок, какой-то сервис там красивый, музыкальный, который звенит. Надо было что-то маме привезти. На ту зарплату, которую мы получали, что мы получали? По-моему, если я не ошибаюсь, 250 или 260 чеков. В дуканах этих дуканщики брали эти чеки. Афганская молодежь научилась в Советском Союзе. А у нас были магазины «Березки» и прочее. И, видимо, эти чеки, они переходили в эти руки, и они могли себя чувствовать тоже очень хорошо. В Афганистане наличные деньги нужны были не только на подарки. Часто приходилось покупать подходящее обмундирование, особенно обувь. Собственных денег, конечно, было жалко. Поэтому, прежде чем купить, пытались как-то достать. У кого-то вымелись. В Афганистане, как и везде, солдатам выдавали кирзачи. Но лазить в них по горам очень неудобно. Даже вот в кедах неудобно. Поэтому кирзачи пытались выменить на человеческую обувь. Кроссовки, кеды, ботинки. Правильная обувь могла спасти при операции. В особой цене были тапочки, которые выдавались только летному составу. Они были черного цвета и не так, как кроссовки, бросались в глаза. Но выменить их у летчиков было очень сложно. Теоретически, военный человек не должен заботиться об одежде. Всем от нижнего белья до головного убора его обеспечивают. Но это только теоретически. На практике военные формы часто не годятся для местных условий. В шинелях советского образца замерзали в 42-м под Москвой. И изнывали от зноя в Афганистане. У нас не было никаких облегченных тропических вариантов, типа шорты и прочее. Нет, конечно. У нас была обыкновенная форма. Единственное, что я сейчас не скажу, но, по-моему, где-то в 85-м году пошли первые поставки вот этой вот так называемой афганки. Или эксперименталка ее в то время еще называли. Это та форма, которую мы сейчас видим в наших военнослужащих. С денежным и вещевым довольствием военных в зарубежных конфликтах была неразбериха. Но оружие и военную технику в дружественные страны СССР отправлял бесперебойно и в гигантских масштабах. Снарядного голода не испытывала ни одна страна, которой Советский Союз решил оказать помощь. В Великую Отечественную, когда каждый снаряд был на счету, даже артели по производству елочных игрушек стали делать бутылки с противотанковой зажигательной смесью. А в 70-е годы в Союзе уже было столько оружия, что с лихвой бы хватило на весь африканский континент. Во время Холодной войны снаряды не экономили. Оружия было полно, снабжали всех подряд. Долгое время нашим союзникам была страна Сомали. Но в 77-м году Сомали напала на Эфиопию. И мы тут же стали снабжать эфиопов. Так и получилось, что воюющие стороны сражались одним и тем же оружием. Нашим. Эфиопия резко и неожиданно взяла курс на социализм. В кратчайшие сроки Советский Союз осуществил такие поставки оружия и техники, что некоторые иностранные государства сочли это военной интервенцией. Наши уазики до сих пор колесят по дорогам Эфиопия. Советская техника была хороша тем, что могла работать практически в любых условиях. От Крайнего Севера до Африканских пустынь. Урал наш, полностью груженный боеприпасами, тоже подорвался на мини-среднее колесо, практически оторвало. Значит, ему подвязали тросом средний мост, и на двух мостах он прошел полностью, вот те самые оставшиеся 250-300 километров. То есть наша техника показала себя, на мой взгляд, вот очень хорошо. Доставка людей, военной техники, продовольствия, непосредственно к местам боевых действий – задача очень сложная и опасная. Самой масштабной военной перевозкой за всю историю была советская операция «Анадаль» во время Карибского кризиса. США готовились к торжению на Кубу. СССР в ответ тайно перебросил на Кубу свое стратегическое вооружение и войска. Малейшая ошибка во время перевозки могла обернуться ядерной войной. На такие расстояния не было опыта перевозки вообще войск в таком масштабе, потому что там были завезены войска практически всех видов вооруженных сил. И ПВО, и авиация, и военно-морской флот, и сухопутные войска усиленные. А самое главное, что там оказалась ракетная дивизия стратегического назначения с ядерными боезарядами. Если бы США узнали о том, что перевозят наши суда к их границам, последствия были бы очень серьезными. Оружие и личный состав тайно перевозили в трюмах грузовых кораблей. Когда американцам стало известно, что наши войска и вооружение разместились на Кубе, они не могли поверить, что это возможно. После того, как узнали, что мы натворили, они решили подставить эксперимент со своими морскими пехотинцами. И этот эксперимент продолжался дня три. То ли пехотинцы сбунтовались, то ли медики запретили. Не знаю, в чем дело. Только наш солдат может это не хвастать, потому что мы просто не избалованы. Наши военные выдержали тогда в трюмах более 20 дней. На палубу подышать выпускали ночью. По 10 человек, всего на несколько минут. Цель была достигнута. Американцы ничего не узнали. Благодаря уникальной операции, силы Советского Союза и США уравновесились, и Карибский кризис совершился мирно. Ядерная война не началась, но наши военные подвергались смертельному риску. Каждую секунду их могли обнаружить и уничтожить. Тактика любой войны, в первую очередь, блокировать возможность переброски войск и каналов снабжения. Пути подвоза продовольствия и боеприпасов недаром называли дорогами жизни. От них зависело многое. Охота за тыловыми базами и транспортными колоннами не менее жестока, чем непосредственная схватка в бою. В Африке до сих пор по обочинам дорог валяется разбитая, уничтоженная техника, в том числе и советская. Во время войны в Анголе наши военные находились в поселке Куита-Куанавале. Добраться туда можно было по единственной дороге из города Минонге. Естественно, партизаны из антиправительственных группировок минировали ее и устраивали засады. Обыкновенная транспортная колонна преодолевала эти 180 километров почти две недели. Она единственная дорога, почему ее назвали, дорогой жизни. Значит, все обеспечение шло, естественно, по этой дороге. Колонну сюда ждали в Куита, то, что это продукты, это письма с Родины. И решение в конечном итоге созрело очень грамотно, хотя пришлось оторвать две бригады. На расстоянии зрительной связи установили форпосты, что сыграло свою положительную роль. И тогда колонны стали ходить без препятствий. Подразделения обеспечения не имеют охраны в своей структуре. Этим занимаются боевые подразделения. В Афганистане охрана путей снабжения от душманов стала одной из первоочередных задач. И вот когда мне говорят, что надо сопроводить колонну порядка ста с лишним километров от Кундуза до Пулихумри, и я как бы посчитал, что это низко для меня. Как это так? Я боевой офицер, у меня боевое подразделение. Но когда я сопроводил их и привез туда, и по пути подбили одну, бензовоз один, он сгорел весь полностью. А у нас принцип был, все попали в бензовоз, его же не потужь, у нас это немыслимо, просто бензин 5 тонн. Мы его скидывали с дороги, чтобы он нам не мешал, и они специально подбивали в середине, чтобы устроить засаду всех остальных. А мы быстро скидывали их и дальше продолжали сопровождать. И вот когда я их сопроводил, я сказал, так, ребят, это вообще-то не очень просто. И я, наверное, больше не буду соглашаться, сопровождать кого-то. Не из-за того, что это низко, а из-за того, что это очень опасно. Грузы в труднодоступные районы Афганистана доставляла наша транспортная авиация. Долгое время наши вертолеты летали беспрепятственно. У маджахедов авиации не было. Но в 86-м году у них появилось новое оружие. Стингеры. Стингер — это переносной зенитно-ракетный комплекс, из которого с плеча можно сбить и самолет, и вертолет на высоте до 4000 метров. Первым залпом из пяти Стингеров сбили сразу три наших вертолета. Летчики для борьбы со Стингерами придумывали самые разнообразные уловки. Они маневрировали, отстреливали тепловые ловушки, но самым эффективным средством был полет на максимально низких высотах. Вертолетов ждали с нетерпением. Они привозили не только еду и боеприпасы, но и почту. Для солдата очень важно получать письма из дома. Они помогают выдержать в самых тяжелых условиях. Военное начальство это понимает, и поэтому почтовые службы во время большинства войн работали исправно. Нет, почта – это железно. Почта – это все. Все командующие, и Громов тоже за эту почту боролись только так, чтобы почта ходила ежедневно в любое время и доставка в любую точку, где бы ни находились воины, чтобы почта была туда доставлена обязательно. Военно-полевая почта начала бесперебойную работу в русско-японскую войну. И уже тогда солдатская корреспонденция доставлялась бесплатно. В Великую Отечественную на солдатских письмах и открытках стоял специальный штемпель. Письмо красноармейца, доставка бесплатна. Вот на таких бумажках, вот они все уже пожелтели, старая бумажка такая, написал я домой письмо. Родные мои, живу я хорошо, одет тепло, хорошо питаемся, и вообще все отлично. Жаль только, что не нахожу времени для того, чтобы поговорить с вами, написать вам ласковое письмо. Вот этот мальчишка пишет родителям письмо. Потом я его складывал, как мы все поступали в таких случаях, складывал треугольничком, вот так. И так отправляли на нашу полевую почту, и дальше доходила до Москвы. Письма шли долго, иногда по месяцу, по полтора месяца шли. Ежемесячно на фронт из фронта доставлялось до 70 миллионов писем. Запасы конвертов кончились уже в первые четыре месяца войны. Ни одно письмо не проходило без проверки. После Великой Отечественной войны почтовая цензура позволяла контролировать всех граждан страны, в особенности тех, кто выезжал за границу. Москва-400, так назывался специальный сортировочный узел в Москве. В разное время он обслуживал солдатские военные полевые почты. И не только. На него писали и космонавтам, и заключенным строгого режима. Как бы ни заботилась страна о своей армии, перебои с обеспечением бывали всегда. На войне это понимают. Излишеств никто не требует, только самое необходимое. Это пашня и плугом одна большая канава. Это и есть Афганистан, который мы прошли. Это война. Как мы всегда говорили, это врагу не пожелаешь. То, что мы там испытали, не только война, но и быт наш, наши лишения всевозможные. Когда зимой, например, перевал закрыт, вертолет не летит, остаются солярки только НЗ, и кушаешь ленинские сухари. Почему ленинские? То есть где-то, видать, склады вскрывались. То есть у нас были сухари в бумажной упаковке там 23-го, 33-го года закладки. Наши солдаты воевали в любых условиях, даже когда не было ничего, кроме сухарей. Потому что война – это работа, при которой лишение неизбежно. Есть такая солдатская поговорка. На войне нельзя без хлеба, пороха и писем. Остальное, как получится. В разные войны, в разных странах со снабжением получалось по-разному. Где-то хорошо, а где-то не очень. Но наши солдаты, несмотря ни на что, не просто выживали, а жили, радовались и побеждали. Был бы хлеб, порох и письма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...